Девушки отдыхают Родители опоздали в роддом, и суррогатная мать отказалась отдавать им ребенка. Что изменилось за несколько часов? Узнаем в суде. Мам, попросите меня, пожалуйста. Вот видишь, как бывает. Мы с мальчишки сейчас неизвестно где. Вся семья пострадала. А мы крайние. Из-за необдуманного поступка старшей дочери приемная семья лишилась всех своих детей. Смогут ли ее приемные родители исправить то, что она сделала, решится в суде. Он был один в больнице, его не пускали в реанимацию. Ему стало страшно. Страшно, что папа умирает. Понимаете, папа умирает. Производственный процесс в хлебопекарне был прерван из-за звонка о террористической угрозе, в результате чего завод потерпел убытки. Удастся ли получить их возмещение, если виновник переполоха несовершеннолетний? Истец требует признания ее с мужем родителями и передачи им на воспитание ребенка. Ответчик уверен, что истец нарушила договор. Так, а что это у вас там за купюры такие? Это просто последняя часть подговора. Нет, вы уберите вашу последнюю часть. Вот понимаете, я же не сберкасса, я не банк, правда? Это не банк, это я и... Да, пожалуйста, я вас слушаю. Ваша честь, я прошу, так как представляю интересы своей мужа, что нам вернули нашего сына. Это по договору суррогатного материнства, который я передала только что. Мы заключили договор около года назад с Еленой, и она должна была передать нам нашего ребенка. Она просто суррогатная мать, которая выносила нашего сына. Это мой сын. Это наш сын. Ты просто помогала нам. Ответчик, ответчик, ответчик. Мы на третий день, она просто бежала из роддома и не вернула нам ребенка. Просто по стечению обстоятельств таких трагических, моя бабушка умерла в тот день, когда начались роды. И я вынуждена была уехать попрощаться с ней, потому что она вырастила меня. Я не могла не поехать на похороны. Похороны важнее рождения ребенка. Я не знала, что у тебя начнутся роды именно в этот день. Это же никак невозможно предусмотреть. Бабушка умерла, я поехала попрощаться. Когда мы вернулись вечером, они уже отдыхали, естественно, поздно роддом. Но нам показали ребенка. Я видела его один раз. Нашего Митеньку я видела один раз. Это Сережа, моего ребенка зовут Сережа. И наука она просто сбежала из роддома. Понимаете, Ваша честь, она не выполнила договор. Скажите мне, пожалуйста, как вы с ответчиком заключали договор? Через клинику, конечно. Через клинику. Все официально. То есть в данном случае ответчика вам рекомендовали, как подходящую суррогатную маму, исходя из семейного положения. Вы замужем? Да. Замужем. Дети есть свои? У меня два. Даже двое детей? И мы у нее вторые, она уже рожала, так и отдавала. А, то есть вы раньше исполняли функцию суррогатной матери. Я права? И все было нормально. И у вас состояние здоровья позволяло это сделать? Да. Тогда поясните суду причины, по которым вы не исполнили до конца договор суррогатного материнства, который в данном случае я имею в виду, что обязанность по договору суррогатного материнства передать ребенку. Ваша честь, Сережа, это мой мальчик. И понимаете, дело в том, что они договор полностью не соблюли, виноваты в этом сами, что я ребенка теперь не могу отдать. Ну это просто глупость. Они опоздали. Я сразу сказала, чтобы ребенка забрали сразу, чтобы не показывали, груди не прикладывали. Просто я знала, что я расстаться с ребенком уже не смогу, как груди приложу его. Ну понятно же, как мать, ну поймите меня, что когда прикладываешь ребенка, это уже что-то просто нереальное, это незабываемо. Надо было просто сцедиться и отдать, и все, и не прикладывать Сцедиться, а я не пыталась, меня врачи насильно, ваше честь, меня врачи насильно заставляли кормить ребенка. Я отказывалась, как могла, на меня врач орала, как ненормальная. Есть договор. Друзья, вы вдвоем разговариваете. И мне два дня, понимаете, два дня не было, они в сами роды исчезли просто. Уехали, не имелись. И два дня не знаю, где ходили. А я эти два дня на руках малыша держала. Два дня, это не два месяца же, правда, когда вы вынуждены забыли. Это неважно, уже с первого момента я поняла, что это мой ребенок. Подождите, ответчик, ответчик. Девять месяцев. Ответчик, ответчик. Ну, вы заключили договор. А почему они его не исполняют? Мы выполнили все, мы от тебя заботились, и о твоих детях, мы все девять месяцев. Ответчик, а в чем мы с сыном исполнили договор? Я попросила ребенка забрать сразу. Тогда скажите. То есть мои чувства для них не в приоритете. Ответчик, скажите, пожалуйста. Подождите, естественно, где в договоре то условие, на которое вы ссылаетесь? Нет такого условия. Я вас спрашиваю. Есть такое условие? Какое? Чтобы ребенка сразу забрали. Ответчик, где это условие? В договоре. Это была устная договоренность, в вашей честь. Подождите, пожалуйста, давайте, ищите мне этот. Мне ребенка кормить? Меня по судам таскают? Покажите мне, какие условия не исполнили ИСЦИ. Ну, попросила забрать сразу ребенка, даже груди не прикладывать. Опять сразу. Опять сразу. Где-то должно быть, значит. О, Господи. Да нет его. Нету таких? Верните мне договор на место. Это была устная договоренность. Так, свидетельство о рождении ребенка. Мне на стол. Я ребенка на себя уже записала. Свидетельство о рождении ребенка. Естественно, если вы справку в роддоме получили на себя, на кого должен быть ребенок записан? Ваша честь, я не могу отдать своего ребенка. А папа кто? Муж мой. Ваша честь, можно я приглашу свидетеля? Это как раз муж ответчицы. Он адекватный человек. Он понимает, что они не выплатить неустойку, не смогут выплатить 800 тысяч, которые мы уже вам передали. Каждый триместр по 400. И вот сейчас остальная сумма. Для вас деньги важнее всего. Для меня здоровье, для меня детей важнее всего. Я ни за каких денег не продам ребенка. Вопрос к ответчику. Почему в прочерке свидетельство о рождении, почему в графе отец стоит прочерк? Я не знаю, почему стоит. Это мой ребенок. У меня трое детей. Что дальше вы не знаете? Мой муж, отец, ребенка. Это неправда. Это правда. Мой муж, отец, ребенок. У меня семья. Ответчик, это ваше? Вы мне передали свидетельство о рождении? Да. Почему здесь прочерк стоит в графе отец? В ЗАГСе так записали. Кто записал? В ЗАГСе. Что значит, там так записали? Вы что, считаете, что сотрудники ЗАГСа сами по себе, что ли, записывают что-то? Сейчас истец говорит, вызовите свидетеля. Это ваш супруг. Свидетель имеет существенные свидетельские показания. Я знаю, что по закону, пока я не отказалась от ребенка, он мой. Это мой сын Сережа, это мой ребенок. Так, пригласите, пожалуйста, в зал свидетеля ИССА. Спасибо. Свидетели ИССА, войдите. Пожалуйста, я вас слушаю свидетельства. Здравствуйте, Ваша честь. Ну, я хочу сказать, что ребенок этот, конечно же, не наш. Это мой ребенок. Я его рожала и вынашивала 9 месяцев. Леночка, это не наш ребенок. Но ты вообще смей сюда приходить и против меня выступать. Леночка, это не наш ребенок. ДНК, все клетки, все. Я вынашиваю. Это Евгения Михайловна и ее мужа. Это не имеет значения. Ты просто, извини, как инкубатор выступала. Да. Лена, откуда мы 800 тысяч вернем? Ты что такое говоришь-то? Это мой ребенок. Я его давать не собираюсь. Лена, я на инвалидности. Я на таких денег, я думать не собираюсь. Лена, я на инвалидности. И у меня работы нет, и я еще не восстановился после операции. Но сейчас что с вашей женой случилось? Леночка, на самом деле, очень хороший, добрый человек, любящая мама. Значит, тут ты не такой отец. Ответчик. Я предполагаю, что это, скорее всего, просто какой-то гормональный сдвиг. То есть вот после родовой период, да, потому что родила буквально месяц назад. Вот. И, видимо, ну, мы все, все получится. Все будет хорошо. Да, с ребенком все хорошо будет. Так, ответчик, ответчик. Так, суд удален. Далее в программе. Мам, простите меня, пожалуйста. Я... Вот видишь, как бывает. Это что мы делаем? Мальчишки сейчас неизвестно где. Вся семья пострадала. А мы крайние. Поднять на ноги чужого ребенка – это настоящий подвиг. Но иногда случается так, что вместо благодарности усыновители получают одни проблемы, которые отражаются и на остальных детях. Он был один в больнице, его не пускали в реанимацию. Ему стало страшно. Страшно, что папа умирает. Понимаете, папа умирает. Да, папа умирает. Пожилой мужчина попал в больницу. Но его супруга не смогла быть рядом, так как ее вынудили выйти на работу. Но вскоре пекарню, где она трудилась, закрыла полиция. И все это ради того, чтобы она могла поехать к мужу. Суд оглашает решение, принятое по делу. Суд заслуживает исковые требования ИСОВ, возражение ответчика по заявленным исковым требованиям. Опросив свидетелей со стороны ИСА, рассмотрев все представленные документы и доказательства, заявленные исковые требования удовлетворяет в полном объеме и признает ИСОВ родителями ребенка рожденного ответчицы, и также принимает решение о передаче ребенка рожденного ответчицы на воспитание ИСОВ. Суд в полном объеме удовлетворяет заявленные исковые требования генетических родителей ребенка рожденного ответчицы, потому что в данной жизненной ситуации суд читает, что это соответствует интересам ребенка. В настоящее время в семье ответчицы, в которой растет уже двое ее родных детей, имеется тяжелое материальное положение. В данном случае суду не представлены какие-либо доказательства того, что ответчик и ее супруг могут в полной мере обеспечивать материальное содержание ребенка, поскольку в семье и так уже двое несовершеннолетних детей. Появление в семье третьего ребенка, выношенного и рожденной ответчицы в качестве суррогатной матери, еще более ухудшило материальное положение семьи. В данном случае муж истицев в данной жизненной ситуации не готов принять ребенка как родного, не готов принимать участие в его воспитании и материальном содержании. Суд также учел, что для генетических родителей ребенок, выношенный и рожденной ответчицы, является долгожданным и желанным. У них есть все необходимые условия для его развития, воспитания, а в будущем для получения им образования. Поэтому суд в совокупности, оценив все обстоятельства по делу, считает, что исключительно в интересах ребенка будет его передача на воспитание генетическим родителям. Истец и ответчик, суд огласил свое решение, дело закрыто. Прошу всех встать! Решение суда. Иск удовлетворить. Мы с мужем сделаем все, чтобы наш долгожданный сын Митенька ни в чем не нуждался. Мне очень жаль, что пришлось через суд воевывать права на него. Ну, так получилось. Мне все равно, что они там решили, я своего ребенка не брошу. Я им не отдам своего ребенка. Я бы вынашивал, рожал, они бы не получат. ИСЦИ требуют отменить решение органов опеки об отказе от исполнения договора о приемной семье. Ответчик, представитель органов опеки и попечительства, с иском не согласна. Ваша честь, мы просим удовлетворить наш иск и отменить решение все-таки органов опеки о расторжении договора о приемной семье. Дело в том, что все началось давно. В 2001 году мы с супругой усыновили девочку. Двух лет. Ребенок весьма сложный был, но мы с ним не отказались от нее, воспитывали. Воспитали уже, девчонке уже почти 20 лет. А два года назад наша семья пополнилась еще двумя мальчишками. Но на этот раз мы уже стали оформлять не договор опеки, а решили заключить договор на приемную семью. Да. И после этого, не знаю, что у старшей, она учредила такую штуку. Она нашла свою биологическую мать. Нашла, уехала к ней в гости и оттуда нам сообщила, что хочет расторгнуть договор опеки. И на все мои увещевания о том, зачем тебе это, для чего, ответ был один. Я хочу поменять фамилию, я так хочу. Ну, остался суд, она своего добилась. И с нами расторгали договор опеки. Не договор, просто отменили опеку. Ну, да, отменили опеку, да, простите, я неправильно выразил. И это явилось основанием того, что стали рассматривать договор о приемной семье. Да, и после этого она уехала к своей маме биологической, да, и все. А дальше самое страшное началось. Нас вызвали в опеку и сказали, что с нами расторгают договор. Да, мальчика принесли. Забирают наших мальчишек у нас. А причина тому, что не нашли общий язык с одним из детей. Я как будто со старшим не нашли общий язык, поэтому... И получается, как это не нашли. То есть, растили-растили с малолетнего возраста. Сейчас она взрослая, добилась своего. И получается, сейчас только мы не нашли общий язык с ней. Да, если бы мы знали, мы, конечно, не согласились бы с ней. Скажите, пожалуйста, а когда отменяли только не опеку, а попечительство, если речь идет, сколько девочки было? 19. 19? Удочерение. Нет, подожди, сейчас вы не путаете, только меня сейчас запутаете. Ваша честь, они вас запутали с самого первого момента. То есть? Потому что у вас была не опека, вы удочерили девочку. Ну да, удочерили, я же сказал. Нет, удочерение. Господи, я все... Удочерение, да. Я тоже стою и не понимаю, о чем говорят наши уважаемые языки. Ну как-то в 19 лет вдруг опека пришла. Она добилась отмены удочерения и уехала к своей матери. А, все понятно. И в данном случае удочерение было отменено на основании вашего согласия. Ну да, но она попросила, она настаивала, мы не стали... Ну а зачем вы давали согласия? Так кто же знал, что этим закончится? Кто мог предположить, что после этого придут органы опеки, то если не скажут, ну а, не смогли договориться за старшим ребенком, значит, наших детей мы в авто забираем. Ну а вы как хотите. Так, ну хорошо, а сейчас-то где ваша девочка? Она у своей матери. До сих пор? До сих пор, да. То есть, как бы, пока она у своей матери, а детей забрали-то, и они в детдоме. Ну мы все правильно сделали. Ой, ну давайте все правильно. Ваша честь, мы законы не нарушали. Но дело в том, что ваша девочка требовала, просто требовала отменить усыновление. Она билась и требовала еще и фамилию поменять. Значит, в семье не так все гладко. Да не в этом же... Поэтому мы приняли решение, естественно, и забрать мальчика сейчас. А что значит не все гладко? Расскажите. Ну конфликт же, наверняка. Какой конфликт? Она сказала, что они ущемляют ее права, не дают ей свободно развиваться, требуют от нее выполнения каких-то требований. Стоп, спокойно. В 19 лет не дают ей развиваться? В том все и дело. Какие права не ущемляют у нее в 19 лет? Они не давали ей поступать туда, куда она хотела. В 19 лет? Да. Еще? В чем-нибудь ущемление было? Не отпускали ее от себя никуда, заставляли заниматься детьми. Да не было такого, что мы заставляли заниматься детьми. Но это ее слова. Если я вам что-то сказала. Еще раз говорю, это ее слова. Я же не придумываю. И что? Ну она говорит одну историю, а они говорят другую. Другую. А куда поступила она? В институт. В институт. А хотела куда? Хотела в театральный. Хотела в театральный. А пошла зарабатывать на хлеб. Это тоже правильно. Значит, поступила туда, где можно потом найти профессию. И вполне возможно, что в театральный институт, наверное, бы ее не взяли. Ущемили ее в правах. Не давали денег на карманные расходы. Она стала зарабатывать и изымали всю зарплату. Их поведение отражалось на воспитании двух несовершеннолетних мальчиков. Между девочкой и мальчиками возникли страшно конфликтные взаимоотношения. Нет? Ну, между девочкой и мальчиками не возникло. Нет. Но мальчики, когда мы их опрашивали в детском доме, они сказали то же самое. Что родители не дают им, ну, 8 лет не дают им делать то, что они хотят. Что родители? Они строго воспитывают. Да любой ребенок скажет, он в школу пошел. Истец. Ну, Ваша честь, у меня есть заключение психолого-педагогической экспертизы. Я людям, которые это делали, доверяю. И что там написано? Ну, почему-то, как ни странно, психолог пишет еще, что и развитие у них запаздывает. Почему Вас это удивляет? Ну, если они говорят, что они такие замечательные. Так они 6 лет были в детдоме. Нежели непонятно? Конечно, там их обучали с детства, что ли? Ну, во-первых, у нас детские дома очень неплохие. Ну, ладно, рассказывайте. И замечательные педагоги работают с ними. Кто-то быстрее, кто-то медленнее. А потом мальчишкам, конечно, не хочется из школы уходить. Им бы у компьютера в игры поиграть. Естественно, мы их заставляли уроки делать. Пригласите, пожалуйста, в зал несовершеннолетнего. Несовершеннолетнего, идите. А, я не поняла. Вы же сказали, что она у биологической мамы. Так она туда уехала. Она сейчас, мы ее вот вызвали сюда, договорились, чтобы она пришла как свидетель. Извините, пожалуйста. Я приношу свои извинения. Тогда они, конечно, никак они несовершеннолетние. А в данном случае вы выступаете как свидетели у нас. Представьтесь, пожалуйста. Ваша честь, я Липатова Лариса Андреевна. И я, получается, уже бывшая старшая дочь в этой семье. И в вашу честь, я уже поняла, на самом деле, что я совершила ошибку с этим удочерением, что отменила. Просто, понимаете, на самом деле, мои биологические родители, они, ну, мягко говоря, выпивающие люди. И я не знаю, зачем им понадобилось мне песню петь в уши. Но, в общем, они мне напели, что у них какие-то проблемы были, что им пришлось потерять меня. На самом деле, полная туфта. И я им не особо нужна была, как выяснилось потом. И поэтому они от меня отказались. А мне они стали рассказывать, что у них были какие-то жизненные обстоятельства сложные. И что они потеряли меня, они отказались сами. Я очень хочу, на самом деле, попросить прощения у родителей. Мам, простите меня, пожалуйста. Вот видишь, как бывает. Мы в мальчишке сейчас неизвестно где. Вся семья пострадала. А мы крайние. Ну да. Ваша честь, видите, вот это же он тоже рассказывается. То, что мальчишки, там условия в семье очень замечательные, очень хорошие. Они всем обеспечивают, развитие хорошее. А то, что пацаны жаловались, ну, сами понимаете, 8 лет. Ваша честь, если возможно, верните нам наших мальчиков. Так, органы опеки, что вы скажете? Ну, потому что сначала был один разговор. Да, ведь? Потому что хотели уйти из этой семьи. Ну, хорошо, отвечек. Это ребенок, вам же говорили. Отвечек, отвечек. Ну, вы же знаете прекрасно. Ведь, понимаете, дело в том, что давайте объективно будем говорить. И сыни скрывали от ребенка, да, что они не являются биологическими. Вот наступает такой период времени, что кажется, что вот если найдутся биологические родители, то там будет такое, там будет такая, такая несказанная, там, понимаете, там, любовь, что мир будет розовым и голубым. А не всегда так бывает. Я думаю, что мы решим. Так, тут удаляется для принятия решения. Далее в программе. Он был один в больнице, его не пускали в реанимацию. Ему стало страшно. Страшно, что папа умирает, понимаете? Да, папа умирает. Он не пускает. Производственный процесс в хлебопекарне был прерван из-за звонка о террористической угрозе, в результате чего завод потерпел убытки. Удастся ли получить их возмещение, если виновник переполоха несовершеннолетний? Суд оглашает решение, принятое по делу. Суд, заслушав исковые требования ИСЦА, возражение ответчика по заявленным исковым требованиям, опросив свидетелей со стороны ИСЦА, а также проведя процесс с участием прокурора, рассмотрев все представленные документы и доказательства, заявленные исковые требования удовлетворяет и выносит решение об отмене решения, по которому ранее органы опеки и попечительства отказались от исполнения договора о приемной семье. Суд также выносит решение о возврате детей в приемную семью. Суд признает решение, которым органы опеки и попечительства отказались от исполнения договора о приемной семье, как несоответствующим законам, потому что приемные родители, надлежащие выполняли свои обязанности, заботились о содержании своих приемных детей, обеспечивали их уходом и лечением, занимались их образованием, воспитанием, защищали их права и интересы, что полностью соответствует требованиям в статье 153 и 36 Семейного кодекса Российской Федерации. Поэтому суд отменяет указанное решение и также выносит решение об обязании органа опеки и попечительства вернуть из сам их приемных детей. Все понятно? Да, спасибо большое. Я благодарю вас за то, что вы приехали и смогли честно выступить в судебном заседании. Я благодарю вас на самом деле за то, что вы не очень сильно сопротивлялись давлению суда для выяснения истины по данному вопросу. Суд огласил свое решение и делал закон. Решение суда. Иск удовлетворить. Мы очень рады, что все так удачно закончилось, что теперь семья вся в сборе опять, и мальчишки вернутся обратно. Мы очень рады, что так все закончилось. Спасибо. Органы опеки принимали решение согласно закону. Если суд решил вернуть детей, ну, будем дальше сотрудничать. Надеюсь, все обойдется. Истец предъявляет иск о возмещении упущенной выгоды, возникшей по вине сына-ответчика. Ответчик утверждает, что истец сам спровоцировал преступление, совершенное ее сыном. Я вас слушаю. Ну, 27 сентября этого года поступил звонок в полицию, что по адресу улицы Юбилейная, 50, где находится мой завод, заминировано здание. Ну, соответственно, как я директор, меня вызвали, это было уже поздний вечер, меня вызвали на предприятие, приезжая туда, там огромное количество полицейских, собаками. Соответственно, начали обыск этой миной. На это ушло примерно около суток. Ну, вы представляете, сутки ушло на все это. Вся продукция, которая была, готовилась для предприятия, куда мы развозим все это, она вся пропала. Мы с коллегами Сею когда посчитали, это было на 158 тысяч рублей. Полицейские, то есть, обнаружили, нашли человека, кто это сделал. Это ее крысеныш малолетний. Попрошу меня оскорбляйте, пожалуйста. Пожалуйста, ладно, кто же он еще? Сына моего зовут Артем. Вот, соответственно, хочу возместить, взыскать еще. Простите, пожалуйста, истец, но если у нас с вами полиция нашла, да? Дело было возбуждено? Конечно, уголовное дело, конечно. И так как он малолетка, этот говнюк, пускай отвечает она. А по какой статье был, подождите, по какой статье был осужден ваш сын? Вот у меня есть статья, у меня есть постановление, да, что отказали в связи с тем, что... Через судебного пристава. Да, пожалуйста, отказали в связи с тем, что он несовершеннолетний, ему на тот момент было 13 лет. Вы как вышли вот на эти 158... Пожалуйста, расчет убытков все-таки затагнитирован, да, пожалуйста, вот. Так, ну вот расчет убытков, который выполнен вашим аудитом... А вот претензии по поводу невыполнения обязательств по поставке хлебобулочных изделий. Вот скажите, пожалуйста, вот эта претензия, которая вам была... Вы скольким предприятием мне поставили? 17 предприятий. Вот все эти предприятия. Пожалуйста. И люди со мной просто контракты все разорвали, вот эти люди, понимаете, не стали они это терпеть, все это... И они мне позвонили утром, почему нету поставки, я руками развожу, объясняю ситуацию. Ну, бизнес такая штука, то есть, раз обделывался, все. И вот репутация моя пострадала. Благодаря твоему козленушу. Истец, можете ли вы мне представить документы по всем 11 претензиям, которые выставлены, что вы оплатили убытки ваших заказчиков? В данный момент у меня не готовы документы эти. Пожалуйста, я вас слышу, Ильич. Да, Ваша честь, я поясню все. Я представляю интересы 13-летнего сына Артема. Я у ИСА работаю более трех лет. Я технолог, и по специальности я технолог пищевой промышленности. Вот у меня есть диплом. Помимо меня на производстве работают еще два технолога. Это его родственники, но образование они не имеют. Ну и что дальше, что они имеют образование? Послушайте, ответьте, какое это отношение имеет к ложной информации, заведомо ложной информации. Да там вся семейка у них такая. Да, я расскажу. У меня зарплата 30 тысяч. У меня график посменный. То есть я день работаю, два отдыхаю. И в то время, когда я должна отдыхать, у меня выходной день, меня постоянно дергают. Заметь, не бесплатно дергают, когда тебя дергают. За это оплачивается тебе. Да, докажите, пожалуйста, что это оплачивается. У меня зарплата 30 тысяч рублей, которую вы ежемесячно мне выплачиваете. Это просто без документов. Ты заходишь в кабинет, я тебе даю денежки. И я только переступаю порог после смены, начинают меня дергать. То что-то там произошло, какое-то ЧП. Я только разгребу все это, тут моя смена. И получается то, что я практически дома не бываю. У меня нет выходных. А то, что у меня семья. И что? Да, у меня 12-летний ребенок. Ты за это я плачу зарплату. У меня нет выходных. Неплохую зарплату. И этот день, когда все это произошло, это было 27 сентября, я прекрасно помню. Потому что в новостях крутили новость о том, что Госдума приняла закон в третьем чтении о пенсионной реформе. А у меня муж на 20 лет меня старше. И ему сейчас 61 год. Он вышел только на пенсию. Я обрадовался, что реформа, что его реформа это не задела. Он сказал, что поеду на рыбалку. И тут у него что-то с ним произошло. Я смотрю, он побелел. Сердечный приступ, прединфарктное состояние. Я вызвала скорую. И буквально я вызвала скорую. Звонит мне директор и говорит, вы срочно должны быть на работе. Я ему начинаю объяснять, что у меня муж в тяжелом состоянии. Что я уже в скорой еду. В скорой, понимаете, еду. Он вообще даже не слушал меня. Он категорически сказал, вы должны быть на работе. И все. Соответственно, я привезла мужа в больницу. Оставила своего несовершеннолетнего ребенка. И поехала на работу. И тут, приезжая на работу, какая-то суматоха. Милиция, полиция. Людей выводят из здания. Да, благодаря твоему мальчику. Да. И я, естественно, поехала обратно в больницу. И по дороге я узнала, что террористам, то, что позвонил, это был мой ребенок. Это вообще-то с головой непорядок. Взять, позвонить в полицию. Естец, скажите, пожалуйста. А вот что, у ответчика сменных никого нет технологов? Нет, у него есть. Просто, понимаете, в этот день, просто мой родственник, кто у него работает, технологию, они в этот день заболели. Почему они работают? Они приболели, как бы, ну, такое, кстати, что оба заболели гриппом. Температура такая. Попросили меня за замену. А это постоянно у них так бывает. Постоянно так бывает. Соответственно, я говорю, выйди, пожалуйста, пожалуйста, выйди. Я когда поехала в больницу, его оставила одного. И он был один в больнице. Его не пускали в реанимацию. Ему стало страшно. Страшно, что папа умирает. Да, папа умирает, сейчас уколчики страшные. И что он один в этой ситуации. Пожалуйста, пожалуйста, я штраф... И простите, я вас штрафую на одну тысячу рублей. За неподобающее поведение в суде. Ему стало страшно. Он маленький мальчик, вы понимаете, ему всего лишь 13 лет. Он остался и видит, что папа умирает, мамы нет. И позвонить, он боялся мне позвонить. Он знал, какая реакция будет вот этого изверка. Конечно, позвонить в полицию не побоялся он, что заминировал. Я, конечно, могу... Отец, я вас штрафую еще на одну тысячу рублей. Простите. Ваша честь, я, конечно, могу много говорить о своем ребенке, о его поступке. Но я хочу, чтобы вы сами услышали, почему у него были такие мотивы, почему он так поступил. Он сам может вам рассказать, почему именно он так поступил. Послушайте, отече, хорошо, что к вам правоохранительные органы иск не предъявили, потому что, извините меня, те затраты, которые государство понесло в тот момент, когда все службы приехали, раз завод заминирован. Вы вообще представляете... Ваша честь, я понимаю, я понимаю, что... А вы сейчас будете рассказывать про хорошего мальчика. Ваша честь, я понимаю, что поступок... Однообследование вести этого мальчика. И здоровый мальчик штрафует вас еще на одну тысячу рублей. Ваша честь, я не оправдываю его поступок. Да, он совершил ужасный поступок, который у меня даже в голове не укладывается. Но не он, а это были мотивы, вы понимаете? Ребенок... Нет, не понимаю. Он растерялся, он не знал, что делать в этой ситуации. Он вам сам рассказывает, почему он так поступил. Мога решил позвонить, сказать, заминированный завод. Истец, я вас штрафую еще на одну тысячу рублей. Ответчик не так. Если вы готовили своего сына, который придет в судебное заседание и расскажет мне, что у него были мотивы для того, чтобы совершить этот проступок, простите меня, это совершенно не в пользу ни вас, ни вашего ребенка. Но он просто маленький мальчик. Он растерялся, он не знал, что в этой ситуации. Нет, еще раз, нет, ответчик, нет, нет. Это то уголовно наказуемое деяние, которое у нас предусмотрено в уголовном кодексе. Просто он в 13 лет не попал в эту категорию, когда он должен быть осужден. А истец, я вас штрафую еще на одну тысячу рублей. Истец, вы считаете, сколько денег вы должны государству? Нет? Я вам советую посчитать. Я просто вообще не понимаю. Я вам советую посчитать. Отзовите, пожалуйста, свой иск. Сколько я вас выручала, сколько раз я выходила и бесплатно работала у вас, замещала ваших двоих родственников. Я вообще тоже с головой не в порядке, как у твоего сыночка. Какой простись. Отвечек, что там? Ты, Лавандос, не положи на стол, вот 150-80 ксарей, и все, я тебя прощу. Иди сбоку, как хочешь. Я сейчас приглашу несовершеннолетнего. И я еще раз вас призываю, пожалуйста. Ваш несовершеннолетний ребенок не должен излагать мне мотивы в совершении им уголовно наказуемого деяния. Еще такой факт, вот я вам хотела рассказать. Что из соцсетей мой ребенок зашел на страничку одного из технологов, сын выложил информацию. В этот день, у меня даже есть доказательства, я вам сейчас покажу в интернете. Папарацци, что ли, Павел? Нет, не папарацци. Это Иринин сын выложил эти фотографии, что в этот день. Посмотрите. В смысле в этот день? В этот день, посмотрите, пожалуйста, вот 27 сентября. Скажи, про шлычкам просто соскучился, решил посмотреть. Указана даже дата, 27 сентября. Слушай, в заборе тоже написано, хорошо, что ладно, вот фотографии, инстаграм, там лазить, что ты пылицешь вообще. Абсолютно. Вот так точно так же с ним и на производстве нельзя было невозможно. Фотографии, что там ковыряешься вообще в чужих страницах. Истец, скажите, пожалуйста, у вас хватит денег заплатить штраф? Я послушаю, ответчик. Вот, в этот день, именно 27 сентября, вот даже указана дата, 27 сентября, к нашему директору приехали родственники. И те два технолога, которые якобы были присняты, те больные, вот они за столом сидят, вот они пьянствуют. А ты что, не бухаешься вообще? Послушайте, ответчик, я никак не могу понять. А в том, что... Все, что вы мне говорите, что такое отношение имеет к телефонному звонку. А это, просто сложились так обстоятельства, понимаете? Так, все, 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 положитесь. Телефоны, фотографии. Фотографии. Я еще раз вас спрашиваю. Ваш сын придет рассказывать мне мотивы звонка. Он расскажет, почему он так поступил. Он виновен, и почему он так поступил. Давайте он закончит на том, что он виновен. Виновен он, он виновен. Так, пригласите, пожалуйста, в зал свидетеля-ответчика. Свидетеля-ответчика, войдите. Ну ты, долблища бы, придурок маленький. Я Артем Гуреев, и я бы хотела сказать, почему я так сделал. Потому что с головой мне... Просто я был напуган, я виноват. Я испугался, я... Слышишь? Я извиняюсь, я боялся, что умрет папа. Угу. Он просит тебя прощения. Я взял, позвонил, заминировал завод, да, вообще. Что, что, простите? Ну, он говорит, я испугался, папа умрет. А он не испугался позвонить в полицию и сказать, что заминировали завод. Простите, истец, а ничего, что в это время вы распевали, хорошо себя чувствовали, а у ребенка папа в реанимации был, ничего? Ваша честь, я могу передать. А вы мне тут сказочки рассказывали... Что же это самое? Это несет бред вообще полный. А вы мне тут сказочки рассказывали про двух больных гриппом технологов. Да, вот они, кстати, на фотографии, Ваша честь. Отвечки, я с вами разговариваю. Извините, пожалуйста. Свидетельство о рождении через судебного пристава мне передайте. Так, суд удаляется для принятия решения. В следующей программе. Ты дура, добровольно отказаться от возможности родить. Люди мечтают об этом, она трубы перевязала. Суррогатные дети. Споры о том, кому они должны принадлежать, не прекращаются. Нанятая мать умерла. Кто и на каком основании может забрать из роддома ребенка? Подумай. Так вы оба должны подумать. Я хочу оставить его себе. Ты родишь себе еще 10 мальчиков. Нет вашего, хочу. Для чего богатый любовник превратил молодую красавицу в алкоголика и сумасшедшую? И почему больная выздоровела, как только он перестал платить докторам? Ты хоть на дитё посмотри. Машка-то выросла. Человеческим голосом орёт. Жрать хочет. Но ребёнок просто пшено кушает вместе с курами. Бабушка воспитывает правнучку на нищенскую пенсию. А мать ребёнка живёт в пентхаусе с богатым любовником. Как взыскать алименты со студентки? Суд оглашает решение, принятое по делу. Суд заслуживает исковые требования ИСЦА. Взражение ответчика по заявленным исковым требованиям, которое ответчик в данном случае обосновывал в суде по защиту интересов несовершеннолетнего ребёнка, как законный представитель. Рассмотрев все представленные документы и доказательства, иск о возмещении материального ущерба, суд считает необходимо удовлетворить частично. И взыскивает соответчицу в пользу ИСЦА 58 тысяч рублей в счёт частичной компенсации упущенной выгоды. Суд частично удовлетворяет заявленные исковые требования по следующим основаниям. Ответственность за вред, причинённый несовершеннолетними, недостигшими 14 лет, то есть малолетними, в данном случае несут их родители, усыновители или опекуны, в соответствии с правилом части 1 статьи 1073 Гражданского кодекса Российской Федерации. В данном случае 13-летний сын-ответчица сделала заведомо ложное сообщение в правоохранительные органы о взрыве, готовящемся в пекарне, где работала его мать. Это подтверждается постановлением о прекращении уголовного дела в отношении 13-летнего сына-ответчицы по статье 1 статьи 207 Уголовного кодекса Российской Федерации заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Но в связи с недостижением вашим сыном возраста привлечения по данному преступления к уголовной ответственности было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по основанию недостижения возраста. Данное основание прекращения уголовного дела не является реабилитирующим, поэтому потерпевшая сторона имеет право на возмещение вреда. В результате действия сына, пекарня, в которой работала ответчик, у нас понесла определенный ущерб. В данной ситуации истцом заявлено взыскание убытков в виде взыскания недополученного дохода, поскольку убытки – это не только реальные потери, которые у нас с вами несет гражданин или юридическое лицо, но и в том числе те доходы, на которые лицо рассчитывало, которое могло бы получить при нормальном развитии событий. Но в данном случае истец не предоставил всех необходимых документов, которые подтверждали, что сумма недополученных доходов должна была составить 158 тысяч рублей. При предоставлении документации суд пришел к выводу, что в основном у ИСА с его заказчиками имеются долгосрочные связи по поставке хлеба пекарной продукции. И в данном случае те претензии, которые были представлены истцом в качестве обоснования недополученных своих доходов, они соответствуют только размеру 58 тысяч рублей, потому что реально за данные сутки работы поставщики имели возможность предъявить к вам претензии на указанную сумму. Оставшиеся части не выпеченной и не поставленной продукции, она по условиям договора поставки хлеба пекарной продукции могла быть погашена в следующие сутки, поскольку каждый ваш заказчик выбирал тот объем хлебопулочных изделий, который считал необходимым. И только на 58 тысяч это тот объем, который был жутко установлен по договору поставки. Поскольку остальные ваши заказчики, они могли выбрать на сумму 12 тысяч, 112 тысяч, все зависело от их потребностей. По факту поставки вы выставляли им счета фактуры, и они производили соответствующую оплату. Поэтому суд не может исходить из подсчитанного объема убытков метода, которые вы применили в виде недополученной выгоды. Вы взяли в среднем оборот, который приходился на лучшие дни в каждом месяце, и за счет этого посчитали свои недополученные доходы. Поэтому суд удовлетворяет заявленные вам исковые требования частично и всыскивает с вас, как законного представителя несовершеннолетнего, 58 тысяч рублей. Истец и ответчик суд огласил свое решение, дело закрыто. Прошу всех встать. Решение суда. Иск удовлетворить частично. Вообще я не понимаю, почему не 158, а 158 присудили, но в любом случае работать на меня больше не будет. Я растеряна. 58 тысяч рублей – это для меня вообще неподъемная сумма. Что я буду делать? Откуда я ее возьму? Я уже не работаю. Это ужас. Страшно и больно, когда страдают дети. Я с мамой жить не буду, не хочу, я ей не нужна. Вы понимаете, я ей вообще не нужна. Во всем виноваты взрослые. Ребенку там должно быть комфортно. А в шкафу ему комфортно? Судья Елена Дмитриева защищает детей от взрослых. Но я понимаю, что ни вам не отвечу, что нет дела до ребенка вообще. А мне есть дело до ребенка. Это битва за будущее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok